Приветствую вас! Я думаю, что основная проблема вашего вопроса заключается в том, что вы изначально поставили его так, что на него нельзя ответить. Потому что, когда вы говорите такие слова как «достойно», да, «достойно», это очень субъективно, то есть «достойно для кого?», например, «для вас достойно одно», «для нас достойно другое», понимаете? И если мы скажем, например, как выйти, да, вот, ну, как выйти из вашей, допустим, ну, ситуации, да, если мы скажем, как выйти, вот. И по нашему мнению, по нашему мнению, например, это будет достойно, то вы можете посчитать, подумать, что это не достойно. И, в общем-то, будете правы. Поэтому мне кажется, что в данном случае ваш вопрос, он, видимо, построен так, чтобы либо не получить того ответа, который не устроил бы вас, либо, ну, либо, может быть, есть какие-то ещё причины. То есть, например, тут могут быть причины такие, что вы уже сами решение приняли о том, как вы будете себя вести и что будете делать. Вот. Вот. Ну, а теперь просто хотите либо подтвердить, либо проверить, ну, как правило, подтвердить вы хотите. Вот. На это указывает, конечно, косвенно ещё и то, что вы говорите, что меня интересует именно ответ на вопрос, а не, там, рассуждения и так далее. Это тоже, как бы, несколько, ну, навеваетесь на мысль о том, что вы, ээээ, достаточно критично настроены к, эээ, нам, к экспертам. Вот. Давайте, для начала, ээ, отвечу вам на вопрос, на ваш. Если вы хотите выйти из ситуации достойно, чтобы не быть униженной, да, чтобы не выглядеть униженной, как вот я понимаю достоинство, да, то вам нужно написать, что вы в принципе такого ответа от человека ждали, вот, что он вас не удивил, человек, и что вы знали, что всё так и будет, то есть что вы с ним поделились, а просто, ну вот, просто для того, чтобы он знал, то есть вам захотелось быть искренним. Вот. То есть нужно, нужно, чтобы вы донесли до мужчины, что он вас не впечатлил своим ответом, то есть нужно, чтобы он увидел, что вас не задело и никак на вас не повлияло, то, что он вот так ответил, то, что он вот так себя повел. Вот. Это самое главное. То есть не важно, абсолютно не важно, что вы напишете. Вы можете, вы можете там, грубо говоря, пожелать ему всего лучшего, вы можете распрощаться, вы можете больше с ним вообще не взаимодействовать, вы можете что угодно делать. Но если вы, если вы не скажете ему о том, что вы ожидали его такого поведения, и если вы не скажете ему о том, что он вас не удивил, достойные ситуации вы не увидите. К сожалению. Это, к сожалению, будет просто невозможно. Вот. Вы можете написать ему о том, что, значит, ну, в зависимости от того, какого типа у вас отношения, да, то есть если они у вас такие достаточно легкие, открытые, то вы можете ему устроить. В принципе, легко написать, что вот смотри, а то я уйду, поймёшь, что потерял, ну, то есть так, с юмором. Вот. Но это уже вам решать. Можете написать просто, что ты меня не удивил, и я знал, что ты так предскажешь, я так и думал, просто решил поставить себя в ответ. Ну, значит, как бы, ничего страшного, продолжаем общаться так, как общались до этого, например. Вот. И всё. По сути. То есть, опять же, здесь вам нужно проявить свою самостоятельность, да, и независимость, то есть ни в коем случае не показать, что вас это как-то задело и так далее. Хотя, хотя это, безусловно, является ложью, вот, я не приветствую ложь в отношениях, но поскольку у вас такой запрос, то, соответственно, полагаю, что ничего не поделаешь с этим. Вот. Поэтому здесь можно вам порекомендовать так. Предложите вы ему дружбу, не предложите вы ему дружбу, это уже решать вам. Если вы хотите, чтобы он именно пожалел, если вы хотите, чтобы он пожалел о том, что он сделал, да, то есть если вам хочется, чтобы он вот прям понял, что потерял, как вы говорите, вот, то дружбу, конечно, лучше предложить. Потому что предложение дружбы поможет вам сохранить контакт с человеком, вот, и, соответственно, он увидит, как вы от него отдаляетесь и, соответственно, испытает чувство потеря. Примечательно, что вы говорите о рассуждениях со стороны психологов, значит, в контексте того, что у вас могут быть другие отношения, что вы построите другие отношения. Вот примечательный данный аспект, потому что, ну, не знаю, кто как, да, я ничего такого говорить вам, ну, не буду. Я скажу другое. Я скажу другое. Я скажу другое. То есть я более чем уверен, что вы влюбились в него, потому что он отвечал вашим каким-то представлениям, желаниям, там, требованиям, может быть, каким-то, вот. Короче говоря, вам было комфортно. Короче говоря. Вот, с ним. И связано это, то, что вам было комфортно с вашими чувствами. Смотрите, вы пишите. Обношения прекратили по причине его колоссальной занятости, он все время работает, делает карьеру. Вот. Мучилась пять месяцев. Понимаете? То есть вы мучились пять месяцев. Если бы это была любовь, вот в чистом виде, то вряд ли вы бы мучились в прямом смысле этого слова. Я думаю, что скорее всего, скорее всего, вы бы его отпустили. Да, вам было бы грустно, безусловно, вам было бы, может быть, как-то вот неприятно. Вот. Но вы не мучились до пять месяцев. А так позже это, что мучаетесь. И я подозреваю, я подозреваю, что мучаетесь вы именно по причине того, что у вас не удовлетворены какие-то желания ваши. К любви это имеет отношение постольку-постольку. Вот. Ещё один момент. Не прошло правильно, потому что не было работы в потребностной сфере. А вы пишите, решили открыться. Вопрос. Для чего решили открыться? То есть, чего ожидали, вот в итоге, чего ожидали, когда решили открыться? Ожидали ли вы, что мужчина вас там, ну грубо говоря, примет, например? Ожидали ли вы, что он ответит вам, ну взаимностью, скажем так? Или вы чего-то другого ожидали? То есть, для чего вы, для чего, зачем вы ему признавались? Понимаете, какой аспект? Вот ключевой момент, то он именно в этом. А признаваясь вы ему, для него самого, да, то есть, вот именно просто раскрывая свои чувства, вы бы не мучились. А так, получается, вы мучаетесь, потому что не удовлетворены. И вопрос, конечно, он заключается именно, именно вот в том, да, в чём именно вы не удовлетворены. Ну, конкретно, да, конкретно. А в чём ваша не удовлетворённость? Вот. Конкретно, в чём не удовлетворённость? Все ваши, выключаю. Вот. Вот это, пожалуй, действительно то, что можно и нужно разобрать. Это, пожалуй, действительно вот то, что необходимо рассмотреть. Вот. Потому что здесь прямое влияние на то, как вы выстраиваете свои отношения с мужчинами. Вот. И это ни в коем случае не рассуждение о возможности построить новые отношения. Я вам, я вам больше скажу, что до тех пор, вот до тех пор, пока, до тех пор, пока вы для себя не увидите эти свои желания, да, вот какие, ну, какие потребности вы характерны. Если вы хотите раскрыть, например, через мужчину, вы не сможете построить отношения другие. То есть в любых других отношениях у вас будет примерно похожая проблема. Я уверен, что вы столкнулись с этим не в первый раз. Вот. Ну, с такой вот проблематикой вы столкнулись не впервые. Вот. Вот. И столкнулись еще раз. Я вас, еще, еще, я не пугаю вас. Сейчас у меня нет такой цели, да, вас напугать. Я просто хочу, чтобы вы для себя этот момент увидели. Чтобы вы его зафиксировали в себе этот момент. Вот. Чтобы вы имели в виду этот момент. Чтобы, вот, дескать, такая история, такая история, да, она возможна. И, возможно, она повторится. Вот. И, возможно, вам, возможно, вам нужно будет что-то делать. Чтобы она не повторилась. Вот. Понимаете? Смотрите. 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 Смотрите, что вы пишете. Вы пишете, что, значит, так. Эм. Значит, эээ. Думал она над ним этим разговором, ты брал, мы не подходим друг к другу. Зря мы не поговорили раньше. Я в личном тебя идеализировал. Вот вы пишете, да, или не стоит. Тут, соответственно, вам решать. очень его люблю, хочется, чтобы он додумался, от чего отказался, и, возможно, изменил своё решение. Понимаете, вот противоречие здесь у вас есть. Если вы любите человека, то вы не будете хотеть, чтобы он додумался, от чего отказался. Понимаете? Потому что когда вы говорите так, то есть когда вы говорите, что вот я хочу, чтобы он додумался, от чего отказался, а это звучит так, что вы самоутверждаетесь за счёт мужчины. И любовь ваша, да, кстати, вот тоже не совсем понятно, вы его, вы любите ему или вы влюбились в него, потому что влюблённость и любовь это вещи разные. То есть я понимаю, что вам может казаться, что я сейчас придираюсь, вот, к вам, но тем не менее, тем не менее, вещи это действительно важны. Вот. Далее вы пишете, что я хотел бы, чтобы он своё решение поменял. Опять же, очень важный момент. Да, то есть вы не желаете принимать позицию человека. Если вы не желаете принимать позицию человека, то, может быть, может быть, вы его не так уж сильно и любите, точнее, вы его не принимаете таким, как он есть. А не принимая человека таким, какой он есть, ну, нельзя говорить о том, что вы его любите. Именно, безусловно. Как бы. Вот. Поэтому здесь история, ну, она вот, в общем, в общем и целом так и сказала. Да. И можно вести речь не о том, что вы построите отношения новую. Вот. А можно вести речь о том, как вам построить новые отношения адекватные, чтобы вы выбирали серьёзные отношения, серьёзных мужчин, которые, ну, хотели бы, например, быть с вами. Да. Они отталкивали бы вас. Да. И, соответственно, которые бы, ну, действительно, вот, были бы с вами. Взаимодействовали бы с вами. Ну, вот. А, тут можно что? Тут можно и, значит, модель женского поведения изменить. Да. А, возможно. Возможно. Ну, возможно, изменить модель женского поведения. 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 А, здесь можно посмотреть на потребностную сферу. То есть, собственно говоря, чего вы хотите от мужчины. Что вам нужно от него. Да. То есть, насколько вы, ну, свободно себя чувствуете в отношениях с ним. С мужчинами, точнее даже. Не с ним, а с ними. Насколько вы чувствуете себя свободно в отношениях с ними. Вот. И чувствуете ли вы себя вообще когда-нибудь чувствуете? Чувствовали ли вы когда-нибудь себя свободно в отношениях с мужчинами? Вот. Было ли у вас такое? А, возможно, есть какие-то страхи. Возможно, есть какие-то страхи. А, тут как бы тоже нужно выяснять. Конечно же. Вот. Тут тоже нужно выяснять, смотреть как, чего и так далее. Вот. Это тоже очень важный момент для вас. И вот после анализа, да, уже можно будет говорить о том, значит, что вам делать, чтобы не попадаться больше в эти ситуации. Вот. То есть, смотрите, что происходит по факту. По факту происходит следующая история, что вы не работаете с причиной, вы работаете со следствием. Если работать со следствием, это ваш, как бы, ну, сознательный выбор, да, если работать со следствием, это ваш сознательный выбор, то это, безусловно, ваше право. Да, то есть, ваше право работать. А, так. Вот. Но, понимаете, подсказывать вам, как достойно выйти из этой ситуации, подсказать точнее может любой человек. А психолог для этого, ну, не обязательно, не обязательно. Понимаете? Вот. Психолог для этого не так нужен. Психолог нужен для решения проблем, лично ваших проблем, если они есть, эти проблемы. Понимаете? Вот. Вот для этого нужен психолог. И потому, потому я и предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию несколько просто более шире. Вот. Хотите вы ее решать, например, ну, допустим, в дальнейшем? Вот. Если хотите, поможем, и вы ее, собственно говоря, решите. Вот. Если хотите работать только, значит, со следствиями, вот, то здесь я боюсь, мы вам помочь не сможем. Потому что следствие будет возникать новое сно. Я вам вот ответ дал, но вы уже, еще раз повторю, да, вы все-таки все-таки подумайте. Серьезно. Вот чего вы хотите, да, ведь, ну, ну, ведь нужен же мужчина вам. Ведь хочется же в отношениях быть с мужчиной, правильно? Вот. Ну, так и сейчас вы не идете по этому пути. К сожалению. Вот. А могли бы. Могли бы. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что ответил вам на ваш запрос, который вы написали, да, то есть как выйти достойно из этой ситуации. Ну вот, ну, надеюсь, что вы сделаете выводы из нее, да, из этой вот ситуации целиком, целиком надеюсь, что вы сделаете выводы и уже будете дальше все-таки принимать решения, исходя из этого, а не из своих желаний. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понадобился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.